актерское мастерство с татьяной салмановной маг тум сайфудин это я 1 марта 2021 год это следующая серия там трехчасовое видео съемочка закончилась я новую серию это следующий сериал следующая серия сериал так что ну да когда нужно назвать это сериал как я уже там описала знаете как нужно назвать кафе красоты де бьюти ну да это сериал сериал кафе красоты де бьюти я тут подключу подключу эту штучку поднялся уровень своей энергии вот отвечаю через ритуалы состихиями поднимай ритуал нечистотой наполняйся эльбе отходите если ты хочешь стать танкой сексуальной обалденной наполняйся матушкой землей если ты хочешь быть уверенной здоровой красивой заземлительного да если это мужчина творческой профессии самое главное это вообще все включать матом знаете ну вот да один из моих секретов да как определить мужское и женское женские качества если я вас спешу напишите женские качества да его честное и дурно милая и нежная вот какая-то вот но и мужские качества чистенькость комаровочка а вереный в себе огненный мужчина да и так далее вот это верно но вот в грейк дау да в великом дау грейк дау женского это закон противоположных да грейк дау он включает магнит грейк дау ваш мужчина пришел воздушно стихи воздушно голове чтобы включить магнит вы должны заземлиться и заземлить его войти в такое состояние матери земли стабильности такой он как бы укореняет тебе и вот эти практики с ритуалом земли они помогут тебе не только самой не заземлиться не только самой стать матерью самой женой то есть мужчина женится на женщину которая прошла земля потому что это гарантируется в пространстве я жена моя земля я жена вот этот ритуал поможет именно в целом так не разговаривать а если он пришел не совмест допустим или страстные плывки или просто зубой до невозможности душой у него внутренний дракон земля не поможет и воздух тоже ни в коем случае как только начнешь ему маски полоскать или включишь там учебы или прочее и говорить да ты там умная ты все сможешь это будет ему просто разгрожать и отталкивает тебя на ветвь ах как это билет ах это билет я не знаю что вдруг станет хорошо но он захочет теперь творить женщины мантры да я сказала что раскрою эти секреты как стать мантой таинкной желанной это умение переключать и балансировать мужское женство это делает даже такой великой искусительной великой женщиной ну дальше ты должна также изучиться и наполнить стихи от меня ничего посмотри и 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 Потом истекало, потом истекало, потом истекало, потом включить этот огромный эранжей и сексуальности — это огромное положение. Да, потому что у нас есть внутренние мужчины и внутренние женщины. И сейчас большинство женщин, которые находятся в дне и в воздухе, то он настроен на русский взгляд. И она реально излучает из себя эстеронов. А когда ты работаешь на этой программе, и начинаешь наполняться симпатология, то чувствуется мелокат, наполняться протестероном. То есть, когда это сделано, поднимать этот инфакт, поднимать опять эти деньги, когда он протестерон, протестерон себе. И вот это вот. Ну какая депрессия, когда тебе хорошо, такое м-м-м, такое зло, зло в пяти состоянии. И это когда ты работаешь с ним делать. А мой ритуал с водой поможет тебе раскрыть вот именно Твоя сексуальность так, чтобы ты англодировала надежды, и чтобы ты наклонялся между гордонами к родине, которая за красоту твоей держала, за красоту волос, за сияние, ну, вот, изначально, внутри и снаружи, да? Вот. Ну, и, керычи, иметь плавство, ну, да, так сказать, вот такое вот странное, да, желание. А танюшка, это важно, эта стихия обладает для женщины, танюшка. И не всегда твой мужчина приходит в коне, весь в огне, плавящий, да? Иногда он придет весь поменьше, и подойдет, м-м-м. Грянченький кипяток, да? Он будет в воде, в какой-то луже иногда вообще, в какой-то безобавшей, допустим, у него на раз в год не проблема, голос накричал, в бизнесе там, проблемы, да? И так далее. Он приедет с мамой по-союзу, он пришел здесь такой подникший, потухший, опавший, и случайно не надо, ты можешь ходить перед ним на фабуках, там, клубовая. И он такая, что огня ответа, желания нет у него. Он не включен, да? И тут великой искусственной целью, магния мужского сердца, включаешь свой огонь, этим огнем разжигаешь, разжигаешь его, и вдруг у него включается огонь, и становится хорошо, интересно, ясно, вкусно. И как только у него зажегся огонь, великой искусственной целью сразу же переключает, перетекает в водное состояние, состояние от твоего. И все, переключила во мне. Вот это секрет отношений. Вкусно, сильно, сладко, ярко. Он даже не знает, что ты с ним вытворяешь. Но ему просто будет с тобой. Хорошо. И следующая стихия воздуха, это вот этот духовный рейтинг, да? Это покой души. Во-первых, это принесет тебе вот ритуал, который я там открываю, это как тебе сразу же себя успокоить. Это ритуал гейш, который поможет тебе гармонизировать пространство. Допустим, твой мальчик, или твой папа, или твой муж. Они рваются, ссорятся, или на дворе, или где-то вот происходит такое. И ты можешь поменять вот это состояние, раскрыть себе вот этот вот магический поток покоя, соединиться со спокойным мирозданием и из твоего сердца окутать это пространство таким вот покоем и тишиной. Поверьте, это ровный поток. Почему? Потому что мы все сотканы из энергетического тела. У нас есть физическая пространство. И здесь наше хоро, наше аура, наше пространство. И ему просто будет с тобой. Хорошо. И следующая стихия стихия воздуха это вот этот духовный рейтинг, да? Это покой души. Во-первых, это принесет тебе вот ритуалы, которые я там открываю. Это как тебе сразу же себя успокоить. Это ритуал гейш, который поможет тебе гармонизировать пространство. Допустим, ругаются. Допустим, твой мальчик, или твой папа, или твой муж. Они ругаются, ссорятся, или на дворе, или где-то вот происходит такое. И ты можешь поменять вот это состояние, раскрыть тебе вот этот вот магический поток покоя, соединиться с покоем мироздания и из своего сердца окутать этот пространство таким вот покоем и тишиной. Но поверьте, это работает. Почему? Потому что мы все сотканы из энергетического тела. У нас есть физическое пространство, и есть наше поле, наше ап на дворе, или где-то вот происходит такое. И ты можешь поменять вот это состояние, раскрыть тебе вот этот вот магический поток покоя, соединиться с покоем мироздания, и из своего сердца окутать этот пространство таким вот покоем и тишиной. Но поверьте, это работает. Почему? Потому что мы все сотканы из энергетического тела. У нас есть физическое пространство, есть наше поле, наше аура, наше пространство эфирного тела. И именно этим мы, на самом деле, то есть пространство, допустим, ругаются. Допустим, твой мальчик, или твой папа, или твой муж, они ругаются, ссорятся на дворе, или где-то вот происходит такое. И ты можешь поменять вот это состояние, раскрыть себе вот этот вот магический поток покоя, соединиться с покоем мироздания, и из своего сердца окутать это пространство, таким вот покоем и тишиной. Но поверьте, это работает. Почему? Потому что мы все сотканы из энергетического тела. У нас есть физическое пространство, есть наше поле, наше аура, наше пространство эфирного тела. И именно этим мы, на самом деле, создаёмся. Именно этим мы работаем, создаём отношения. Именно это, в отличающих стеблетах. А гейш, умение трансформировать пространство, это наполнение своей аурой той энергии, той стихии, которая, откуда в его, в этом поле, может его трансформировать. И вот каждый день я рекомендую тебе заниматься ритуалами. Да, поначалу в этой программе тебе придётся, я рекомендую, но обычно каждой женщине не хватает воды, потому что большинство женщин сегодня во мне живёт. Многим не хватает денег. Прочувствуй, какая у тебя самая слабая стихия. Если ты себя ещё не знаешь, сделай самую индивидуальную консультацию, я помогу тебе, скажу тебе, как и что. И вот смотри, я, например, построила 5-миллионный бизнес в Америке, да, в самой компании за 3 года. За год у меня был миллионный бизнес, через 2 года он пошёл на 5 миллионов. И это было построено на моём огне. Мы начали с воды, и вот потом огонь разжигался сильнее, сильнее, сильнее. И я, в общем-то, как женщина, себя расстроила. То есть, чтобы опять самостроиться с силой воды, мне пришлось вот искать вот эти женские практики, изучать, наполняться. И когда я открыла для себя вот эту силу 4 стихий, я стала ритуальничать, я признаю, я так всю боль сделала только ритуалность с водой, я работала только с энергией отходиты. Потому что во мне огонь, мой внутренний мужчина был настолько яркий, сильный, мощный. Что я говорила тоже, что мне рассказывает каждая сильная женщина. Вы слышали когда-нибудь или, ты сама в эту вещь, очень-то мужики переменились, они какие-то слабые стали. Я такая сильная женщина, и вот, мужчины тушуются, и мужчины меня боятся. Мужчины не любят сильных женщин, надо предваряться быть маленькой девочкой, тро-ля-ля-ля-та-та-та-та. Девушки, сила, уважай, сила. Мужчина — это сила, это природа огня и воздуха. Каждый мужчина желает покорить самую сильную, самую красивую, но именно женщину. Мужчина преклоняется перед женской силой, не перед ее мужиком. Если мужчина пьет, оскорбляет, или в нем агрессия, или раздражение, это было построено на моем огне. Жарю, жарю, помыл посуду, еще часть грязная посуда. Жарю, жарю блинчики. Слушаю школу очарования, по ютубу. 3 часа 55 минут, 1 марта 2021 год. Сейчас буду кушать блинчики с сахарным и песком, с чаем. Чай терпкий. Вот такие вот дела. Показываю себя крупным планом. Это мой лайф джорнал. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Т.Горелова О, другой блинчик еще жарится, другой блинчик еще жарится. Субтитры сделал DimaTorzok Мы начали с воды, и вот потом я стараюсь во всех программах раскрывать первую половинку, потому что я работаю на магните притяжения. Если ты почувствовала, что тебе это надо, что тебе это нравится, то это твое покупает, это окупится тебе вообще, стоится. А если ты слушаешь, и тебе это не надо, значит это не твое. Проходи мимо, ищи то, что можно тебе. Поэтому я никогда не продаю кота в мешке. Я все, что я создаю, я сотворяю для себя, в первую очередь, для своей мамы, для своих любимых женщин, для своих клиентов. И сейчас я этим делюсь в своей школе. Поэтому в международной школе искусства женского очарования я простроила все пошагово, чтобы не нужно было годами заниматься женскими тренингами, практиками. А как стать магиней быстро, да? То есть вот, сделала программу очищения матки, и переходишь ко второй программе, ко второму шагу. Сила четырех стихий, включаешь свои женские матки, учишься, как управлять стихиями, начинаешь ритуальничать каждый день. Как стать магиней быстро? Мой ботик. Именно со стихией Земли, наверное, месяцев шесть я ее прокачивала, 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 да? Пока я почувствовала такую силу, такую уверенность, такую стабильность, я даже как бы вот набрала, такая полненькая стала, такая вся, и мне хорошо было. Я прямо съедала себя матушку Земли, да? И когда вот эта энергия поднялась на такой третий, четвертый уровень, я почувствовала, что мне уже тяжело. И я, прежде всего случилась, на стихию огня, да? Стала вот наполняться такими парами сексуальности, проработала свои страхи, блоки, зажимы сексуальности, да? И там мне все вот это забурлило. И я стала такой, таким ходячим магнитом вообще вот, но сносить. Иногда мужчинам просто крышу сносить, если я вот всяк, девчонная, да, они такие, Яна, рядом с тобой просто постоять уже, говорит, мне хорошо становится. Вот. И, ну, я такая вот прямо вот тяжеленькая была, мне хорошо было. Да, у меня уже вода вышла на четвертый уровень, я приехала на Бали. Река включилась, я потекла, я приехала на Бали. Мне не хотелось волшебства, мне не хотелось раскрываться в стихиях. И я осознала, насколько слаба моя земля, что земля у меня вообще была на первом уровне. И я стала работать именно со стихией земли, наверное, месяцев шесть я ее вот прокачивала, 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 да? Пока я почувствовала такую силу, такую уверенность в себе, такую стабильность. Я даже как бы вот набрала, такая полненькая стала, такая вся, и мне хорошо было. Я прямо съедала себя матушку землю, да? И когда вот эта энергия поднялась на такой третий, четвертый уровень, я почувствовала, что мне уже тяжело. И я включилась на стихию огня, да? Стала вот это наполняться такими парами сексуальности, проработала свои страхи, блоки, зажимы сексуальности, да? И во мне все вот это забурлило. И я стала такой, таким ходячим магнитом вообще вот, но сносить. Иногда мужчинам просто крышу сносили, если я вот вся причемная, да? Они такие, Яна, рядом с тобой просто постоять уже, говорит, мне хорошо становится. Вот. И, ну, я такая вот прямо вот тяжеленькая была, налетая такая. И в каком-то моменте я почувствовала желание стать легкой, воздушной, как першко. И тут я стала работать со стихией воздуха, и, знаете, это через месяц у меня тело само по себе как-то так постройнело. Без каких-то особых штучек, брючек. Как-то само желание было вот стать такой легкой, как першко, такой воздушной, такой вдохновляющей. А у меня творчество просто вот из меня оно стало изливаться. И вот так вот, работая со стихиями, я оттачиваю бриллиант в своей душе. И это такой волшебный процесс, он на всю жизнь. Оттачивать бриллиант в своей душе. Витуалы с четырьмя стихиями я раскрываю вам базу. Вот это ваша база. И если бы вы уже смогли, да, в себе раскрыть вот этот вот... Оттачивать бриллиант в своей душе. Сказочно, сказочно. Ритуал любви. Это необыкновенная программа для уже вот продвинутых, раскрывшихся женщин. Здесь, в этом ритуале, каждый день 90 секунд. Вот по 30 секунд вы делаете три раза этот ритуал, и он балансирует все четыре стихи. Потому что иногда женщина меня спрашивает, Яночка, у меня там ветер, а вот там муж. Бизнес, все дела, у меня мало времени, и сколько времени это занимает. Вот когда вы продиагностировали, какая стихия у вас самая слабая, да, проделайте все четыре ритуала сначала, чтобы поднать, да, силу стихии. А потом сосредоточьтесь, ну вот я так сделала, да, это моя мудрость, да. Вот я находила свое слабое место, и вот сначала я работала с водой, потому что я хотела быть сексуально манкой женщиной, да. Поэтому я работала с водой до тех пор, пока я вот вышла на тот уровень, где я почувствовала, ну и мне хорошо, ой, мужчина реагирует, да. Потом, если у вас уже сексуальность, огонь мощный, да, проверьте свою землю. А если он у вас слабенький, поработайте с этим огнем. Но всегда помните, это ваша чаша, ваша земля, она в себе держит уровень вашей воды, и она в себе держит ваш огонь. И вот эти три стихии потом только выходят в воздух, в воздушность. А если у вас очень много земли, вы тяжелая, ревнивая такая женщина, то обязательно работайте со стихией воздуха, пригласите эту легкость, и раскрывайте себе эту мудрость. Вот, так что поработайте сначала над каждой стихией, отточите, да, ее силу, прочувствуйте, когда вы уже чувствуете это через себя. И тогда переступайте вот к ритуалу любви. Это отдельная программа, да, это отдельное видео. И тогда вот сейчас мне вот, ну реально, 90 секунд, чтобы наполнить и сбалансировать все эти стихии, чтобы стать вот таким вот раем на земле. Потому что и землю, и космическую энергию, все это соединяется через матку в сердце, и раскрывается такой вот потоке блаженства и любви. И вот это вот ваши, так сказать, шаги. А еще я предлагаю видео. И тогда вот сейчас мне вот реально 90 секунд, чтобы наполнить и сбалансировать все эти стихии, чтобы стать вот таким вот раем на земле. Потому что он и землю, и космическую энергию, и все это соединяется через матку в сердце, и раскрывается такой вот потоке блаженства и любви. И вот это вот ваши, так сказать, шаги. А еще я предлагаю, чтобы вы обязательно просмотрели следующее видео о трансфистических трансмедитациях, о волшебных сказках для женщин. Потому что... О волшебные сказки для женщин. Чтобы стать настоящей женщиной, вам нужно раскрыть свое женское полушарие. Сейчас все женщины работают в мужском полушарии, в логическом полушарии. И каждое утро уметь наполняться, раскрываться в чувственном полушарии, это именно секрет стилы пивейша. Я приглашаю вас приобрести программу «Четырех стихий». Начать заниматься ими как можно быстрее. И одновременно, если вы начнете... И вот это вот ваши, так сказать, шаги. А еще я предлагаю, чтобы вы обязательно просмотрели следующее видео о трансфистических трансмедитациях, о волшебных сказках для женщин. Волшебные сказки для женщин. Чтобы стать настоящей женщиной, вам нужно раскрыть свое женское полушарие. Сейчас все женщины работают в мужском полушарии, в логическом полушарии. И каждое утро уметь наполняться, раскрываться в чувственном полушарии. Это именно секрет стилы пивейша. Я приглашаю вас приобрести программу «Четырех стихий». Начать заниматься ими как можно быстрее. И одновременно, если вы начнете делать мистические трансмедитации, то есть каждое утро просыпаться под мистическую трансмедитацию, где вы раскрываете свою чувственность, а потом в течение дня вы делаете ритуальчик с одной из стихий, или уже в дальнейшем просто ритуал любви, это не будет занимать вам много времени, но вы начнете проживать в своем женском естественном. И один из величайших страхов современной женщины, особенно успешной, я помню это для меня, был с самым большим таким тормозом, да, это такой внутренний мужчина говорит, «Это все хорошо, все эти сказочки твои, но как я буду заживать в этом мире? Как можно быть женственной, по-настоящему женственной, и успешной в этих диких джунглях этого социума?» Я обещаю вам, что если вы войдете в школу искусства женского очарования, доверитесь мне, и пройдете первый шаг, и очистите свою матку от детских блогов, страхов, зажимов и обид. Посмотрите видео о матке, если вы его еще не смотрели. И если вы научитесь управлять стихиями через свое тело, и если вы начнете делать трансмедитацию, раскрывая свою чувственную душу... Ох, а какие шикарные, какие шикарные, ей пишут комментарии. Смотрите. «Вы удивительная женщина, вы просто святая. Огромное вам спасибо за вашу мощную энергию, любовь и свет, который вы несете в мир. Я так долго искала это. Как же на самом деле я должна жить на земле женщина? Я стала стараться не думать, а чувствовать. Боже мой, это такой кайф! Совершенно по-другому все стало вокруг меня происходить. Я почувствовала, что я женщина, любимая. Сейчас дальше почитаем. Я почувствовала, что я женщина, любимая, дочка Бога. И это только начало. Очень хочу с вами когда-нибудь встретиться. Это комментарий. От кого это комментарий? Према Санкиртана. Какое-то странное имя. Это комментарий. Шикарный комментарий. Ни одного плохого комментария. Только хорошие. Пишут только хорошие. Благодаря вам я начала путь истинной женщины. Сегодня приняла участие в вебинаре «Волшебные мистерии. Раскрою в себе королеву и принимаю желанные дары». С трепетом и радостью делюсь с вами. Это чарующий вебинар. Из глубокого погружения в состояние королевы открылась мудрость. Хочу сказать благодарю всех тем, кто пришел в это пространство. Благодарю, что разделило в первую очередь мое желание окунуться в живое присутствие звучания мудрости. Также хочу выразить глубокую благодарность организаторам пространства. Так что вот. В комментарии. Школе очарования. Шикарные, правда? Ох, раскрою в себя. Вот это вот. Как она говорит? Корону женственности. Ну да. 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 Жаре, ваше тело не будет знать границ. Ваш успех гарантирован. И мужчина рядом с вами станет успешным, счастливым, любящим. И жизнь заиграет новыми красками. Если у вас есть какие-то вопросы, пройдите со мной индивидуально в сессию, или как консультацию, или как исцеление. И я отвечу на все ваши страхи, вопросы, заморочки. И помогу вам прожить эту жизнь, как волшебную сказку. Ну потому что, зачем Бог создал женщину? Для любви, для счастья, для удовольствия, себе любименькой, и всему прекрасному миру. Я вас люблю, обожаю. Шикарно. Высылаю вам магию любви с этого острова и выражаю за все свои программы. Ну да, магия любви с Бали. Ох, это шикарно. Магия любви с самого Бали. Я раскрою вашу магию, вашу чародеевку. Вашу Афродиту научилась силе Креопатры. Я научил вас таинством, секретом, жизнь, как волшебную сказку. Жизнь, как волшебная сказка. Нужно записать. Жизнь, как волшебная сказка. И для удовольствия, себе любименькой, и всему прекрасному миру. Жизнь, как волшебная сказка. Высылаю вам магию любви с этого острова и выражаю за все свои программы. Приглашаю вас в школу, приглашаю вас в живой литрит со мной. Где я раскрою вашу магию. Ох, магиня. Вашу чародейку. Магиня, чародейка. Вашу Афродиту научилась силе Креопатры. Ох, силу Креопатры. Я научил вас таинством, секретом, гейш. Ох, да. О, детальные секреты, гейш. Ох, да. Ох, это школа очарования. Она приглашает покупать ее семинары, вебинары, платить деньги, приезжать на бай, в общем, учиться. В общем, открываем. Школа любви. Школа любви. Ретвит в записи. Ретвит в записи. Тысяча долларов. Пакет «Золотой путь». Звони сейчас. Полторы тысячи долларов. Пакет «Бриллиантовый путь». Три тысячи долларов. Так что вот. Целостность «Я любовь». Звони сейчас. Тысяча долларов. Исцеление. Чего там так? Аудиокурс «Семь медитации». Пятьсот долларов. Ритуал «Четыре стихи». Пятьсот долларов. Ну, нужно хорошо зарабатывать, чтобы это еще покупать. Да. Тантра «Ретрит» пять дней в паре. Четыре тысячи долларов. Какие цены? Да, что вот. Тантра «Интенсив» один день в паре. Тысяча долларов нужно заплатить. Три дня – три тысячи долларов. Восемь дней индивидуальный «Ретрит». Десять тысяч долларов стоит. Индивидуальная месячная программа «Древнее искусство любви». Тридцать тысяч долларов. Ах! Индивидуальная годовая программа «Древнее искусство любви». Знаете, сколько стоит? Сто тысяч долларов. Так что вот. Индивидуальная месячная программа «Древнее искусство любви». Тридцать тысяч долларов. Да. Что еще тут такое предлагают? Медитации по 100 долларов. Ох, я совершенство, медитация, я магия любви, я божественное совершенство, медитация номер 6, 100 долларов стоит. Ох, я очаровательная, богиня воздуха, медитация номер 4, 100 долларов. Ох, включаю денежный магнит, 100 долларов стоит. Индивидуальная медитация, какая она называется? Индивидуальная медитация 500 долларов. Я изобильная женщина мечта, 90 долларов. Влюбись в себя, я женщина мечта, 39 долларов. Ну да. Я просто смотрю цены. Самое дорогое, это индивидуальная, годовая, вот это вот 100 тысяч долларов стоит. Ну всего лишь. Всего лишь 100 тысяч долларов. Школа любви. Ох, никакого мата, ничего. Заплатила 100 тысяч долларов, и учись, пожалуйста, индивидуально. В школе любви. Ну да. Я вот смотрю ее сайт. Это школа очарований. Просто вам озвучивают цены, вы сами можете посмотреть. На приквале, глядя и изморали. А что происходит в мужчине, когда мидосексуального акта? Когда он входит в женщину, он принимает, наполняет и как бы пается в ее соках. И вот эти вот ее соки, они стыкали из мамы. А в матке она как фильтр. Вот смотрите. Все наши детские обиды, блоки, проблемы, наши спрятанные национальные проблемы. Я недостойная людьми, я недостаточно хороша, я недостаточно красивая. Школа любви. Достойная. Вот разные заморочки, которые у нас есть, и все, как темные, гуские энергии, располагаются в нашей матке. И матка, она как фильтр. Да, что-то я раньше не смотрела. В общем, индивидуально. Ну, в общем, наверное, цены растутся. Сначала там выложила какие-то просто видео. Ну, а потом, пожалуйста, сто тысяч долларов заплатил и учись. Женские реприты. Я возвращаюсь в храм любви, в храм няшности и красоты, где изобилие, поток радости, речку и течет. Все возрождаю я в невинность, в вечности поток. И поиски закончились мои, я возвращаюсь в храм любви и женской магии. Это я читаю с ее сайта. Ретрифты «Женская магия». Добро пожаловать. Онлайн программа. Ретрифты «Женская магия». Сейчас посмотрю, если нажать на этот, индивидуальный, что там будет. Там высветится. Годовая программа. Древнее искусство любви. Индивидуальная годовая программа. Древнее искусство любви. Включает в себя 4 литрита. Афродита, Клеопатра, Гейша и Магиня. И 8 месяцев коучинга. Этот индивидуальный курс, включающий в себя женские таинства и практики, вознесет твое мастерство очарования на уровне искусства. Ты также получишь поддержку в отношениях и бизнесе. Аналогов в мире нет. Аналогов в мире нет. Это надо записать. Это вообще-то просто. Это вознесет твое мастерство очарования на уровень искусства. Это нужно записать. Это я читаю, что это я взяла в школе очарования. Женщина – это как драгоценный бриллиант. Чем больше полируется, тем больше блеск и ценность. Ну да, предлагают полировать свой бриллиант. Смотрите, буквы напишу. Женские практики. Женские таинства и практики. И практики вознесет тебя, вознесет твое мастерство на уровне искусства. В общем, выложила она часть видео, все остальное. В общем, как-то предлагается индивидуально заплатить 100 тысяч долларов и обучаться. Так что вот. Это не так, что, знаете, заснимаешь, заснимаешь, выкладываешь, выкладываешь. Уже там уже столько телевидевизора. Два моих канала у Ютуба. Татьяна Салмановна, Максон Зайфудин. На русском, на английском языке. Больше пяти тысяч видео. На каждом видео я. Так что вот. Ох, ну матом мы ругаться не будем. В общем, как-то вот так. Ну, в общем, как-то. Люди, смотри, они не теряют. Они, знаете, что там столько выкладывают. Заплатили там 100 тысяч долларов. Люди хорошо зарабатывают там на Бали. Получили 100 тысяч долларов. Шикарно живут, бегут на специальные там вот это вот. Какие хочешь там продукты, куда хочешь там, залетаешь. Такие вот дела. Что еще? 30 тысяч долларов. Древнее искусство любви. Предлагаю изучить. Это 30 тысяч долларов. На райском острове познай искусство любви в волшебном поле и отточив искусство любви, власть, изобилие, умение трансформировать пространство и свою неповторимость. То есть умение трансформировать пространство, искусство любви, власть, изобилие, предлагаю изучить за 30 тысяч долларов в школе очарования. Трансформировать пространство, власть, изобилие, трансформировать пространство. Да, трансформировать пространство. Давайте посмотрим, знаете, давайте посмотрим, она чуть не открывается. Я хотела посмотреть на фейсбуке. Она не совсем открывается на фейсбуке, хотела посмотреть на фейсбуке. И восьмидневный индивидуальный ретрит. Сейчас почитаем. На фейсбуке, давайте посмотрим ее на фейсбуке, ее страницу, что она там пишет интересного. Тоже, наверное, предлагает на ретриты. Тоже, что она там пишет, что она там пишет, что она там пишет. Первый вариант написано. Прошлый год я отпускаю, в новое путешествие в любви я свое внимание направляю. Принесет оно процветание в женской любви, в расцветание для всей планеты сияния. О, как написано, шикарно, шикарно. Смотрите. Принесет. Прошлый год я отпускаю, в новое путешествие в любви я свое внимание направляю. Принесет оно процветание в женской любви, расцветание для всей планеты сияния. Ох, да. Это нужно Василию Вариановичу отправить. Срочно. Это реклама. Это реклама поздравления. Сейчас 4 часа утра, 29 минут. Сейчас мы Василию Вариановичу это отправим. В сообщении. Да. Прошлый год я отпускаю, в любви я свое внимание направляю. Принесет оно процветание в женской любви, расцветание для всей планеты сияния. Ну, очень хорошее поздравление. Ох, это стихи, наверное, какие-то. Ох, стихи. Я принимаю красоту пути. Во всех прекрасных я измечаю лишь любовь к себе. Ох, это кто написал? И что это? Кто это? Наверное, это она написала? Это стихи или что-то там такое? Это ее, наверное, стихи. Или, знаете, смотри, как она. Я излучаю лишь любовь к себе. Я отражение мироздания. Его величие в красоте во мне лишь форму обретает. И дышит тихим счастьем в глубине. Я лишь прелестное создание, частичка космоса, я на земле. И это путешествие любви в земном обличье все двери мироздания открывает. В просторах космоса душа моя летает и, возвращаясь в тело, сердце сладкой негой заполняет. И все, все иллюзии любви с улыбкой мудрости стирает и шепчет ласково. Все хорошо, земная и родная, все хорошо, я тут и там. Я девочка, я женщина, мечта, звезда, луна и солнце. Я, это я на всех планах бытия. Все выбираю я, лишь я, лишь я, лишь сердцем выбираю. Все всегда зависит от меня. И радость, и радости в свободе нет предела, и циклом жизни, смерти нет конца. Люби, не бойся ничего, не ожидай, не борись за справедливость. Иллюзия, лишь все, и все пройдет. Течет река, и в океане бесконечность вечности все растворяется в любви. Живи, дыши, любя себя. Ведь по-другому просто не бывает. Другого видишь лишь в себе, и все лишь через личную призму пропускаешь и воспринимаешь. И в сердце распускается цветок, и нежность благоухает. И достижений круче, достижений круче не бывает. Все тает в нежности любви. Цвети, жизнь бесконечна, вечность – это ты. 5 декабря 2020 год. Это, наверное, она написала. Шикарно вообще. Я думаю, что она стихи еще пишет. Но это, наверное, ее стихи. Я вот читаю все из ее этого. Еще один стих. Наверное, это она пишет стихи. Не судьба выбирает человека, а человек свою судьбу. Женщина раскрывает, сотворяет, вдохновляет, любит, сияет, наполняет и благоухает. И эта женщина на картинке «Я» в 50, без макияжа и фильтров. Так что вот. Так было не всегда. До 45 я жила, как все. Училась, мечтала о любви и истинном женском счастье, о вечной молодости и красоте, о роскошной, утонченной, изысканной, увлекательной жизни. Я всегда мечтала о любви, как в сказке. Больше 20 лет духовных практик, женских, энергетических практик, книг, учителей, целителей, инокого труда, денег, личностного роста. И вот сейчас я не стесняюсь, я не боюсь. Я живу в свою судьбу. Так. Делюсь с вами инструментами женского счастья на сайте Школе Очарования. Я счастлива делиться тем, что привело меня сюда и помогло сотворить свою сказку любви. Природной роскоши, природной роскоши, божественной красоты вокруг меня. Я обожаю природу, я счастлива в океане. Я люблю магию осознанного цветения, ведь я вышла замуж в 50. Я мечтаю полюбить, а не просто прожить самую красивую, увлекательную жизнь с любимым лет, этак, еще 200, ну хотя бы или 300 лет. Сначала муж крутил у виска, в общем, ну теперь и ее муж хочет прожить с ней 300 лет и кайфовать. Я читаю его с этого сайта. Мечты сбываются только у мечтателей, которые женились на женщине, ведающей, владеющей магией сотворения в любви. Приглашаю тебя стать такой же волшебницей, если ты тоже хочешь отворить свою судьбу, а не жить навязанными сценариями рода и социума. Ах, ты, нужно Василия Леонтьеву отправить. Вообще-то это, я сейчас это... Шикарно, шикарно. Сейчас я это опубликую. Как ты ощущаешь радость? Как ты ощущаешь радость? Исследуй это. Меня наполняет океан, сочные фрукты, солнце, воздух, вода, горы, рисовые поля. Мои лучшие друзья, спа, массажи, мастера, обладающие даром ясночувствования. Горячий шоколад. Французские наполеонетки. Ах, это нужно в Саузскую радио. Короче, ну да. Мне нужно что-нибудь немножко такое списать. Вы уж, конечно, извините, у вас так красиво написано, кое-что у вас спишу. Но вы имейте в виду, что я тут чуток зачитала на мою эту видеокамеру, что я это у вас на странице. Я же когда говорю, что я это опубликую, но я напишу там «Школа очарования». Ну, я же уже как бы говорю, что я вот интересуюсь вашим творчеством. Так что вот, просто вы так это вкусно, это так вкусно это написали и говорите, что я просто не могу удержаться. Понимаете, мне редко что вот так вот, очень-очень нравится. Так что вот, я буду всегда как бы вот то, что если что-то там будет, я буду добавлять, потому что в «Школе очарования», я сколько и говорю, я уже не один, я уже больше года учусь в «Школе очарования», слушаю ваши вот эти вот видео, я просто восхищаюсь, понимаете. А здесь я прочитала, я в Саузскую радио, вот это, ну как он, как, как называется, министру обороны отправлено, вот это вот, ну да, ну да. Спа-массажи мастера, обладающие даром ясно чувствовали. Я первый раз такое, даже в первый раз такое вижу. Горячий шоколад, французские наполеонетки, пенка с капучино. Я вообще уже вдохновилась, как этот, как Шекспир. Я вашим творчеством вдохновилась, я даже не знаю, хочется как-то вот немножко, я вообще, я не знаю, что сказать, не хочется, хочется как-то, я буду говорить, что я это у вас взяла, вот это вот. Я так вдохновилась, вот мне хочется об этом говорить, я буду добавлять, короче, вот в школе очарований учусь, смотрите, вот там, ездите на ретриты, ну да. Конечно, это нужно Михаилу Прохорову, он очень интересует, он, наверное, уже, я сколько-то рекомендую, он, наверное, к вам уже съездил, миллиардер Михаил Прохоров, он очень интересовался вообще, на самом деле, вот этими, там-да. Он, наверное, к вам уже съездил, вдохновился, под этим, ну и как там это что-то, шкатулку счастья, боже мой, раскрываю свою шкатулку счастья, смотрите, раскрою свою шкатулку счастья и расскажу о некоторых своих инструментах. У меня наполняет океан, сочные фрукты, солнце, воздух и вода, горы, рисовые поля, мои лучшие друзья. Разговор с мужем приносит ясность, гармонию и сердце вновь раскрывается в любви. Ой, да, ох, и такая она стоит, такой бассейн, такой шикарный, надо вам это показать, она такая в платье, этот бассейн открытый, там просто рай, я не понимаю, что они ждут, этот бассейн, как был на вот этом, вот туда эти бассейны на Бали, что они ждут тут, они уже срочно бы уже съездили, там вот это вот, присоединились к этому потоку, потоку пока на там, я уже забыла, как это называется. Ну да, они же, знаете, я некоторые ее видео, которые я вам там не показываю, там некоторые видео, ее очень такие, она на самом деле, очень такие, они мне не очень нравятся, вот примерно вот к этому абзацу, к этому абзацу, там вот эти, я так вот, некоторые лекции тоже слушала, смотрите, проходит время, один из миллиарда пытается обойти Бога и взглянуть на Него, и у Него не получается, у Бога нет слева или справа, нет внутри, нет снаружи, нет перед Ним или за Ним, но надо пытаться пробовать, иначе как узнать, как Он сам стал когда-то Богом, так что Вы. Ну об этом я вот так чуть-чуть я не буду, я уже об этом на других видео комментировала, так что Вы. Я когда приехала в Америку, я сама не смотрела, там в 2004 году, по-моему, было очень сильное наводнение, где-то там, то ли Таиланд, то ли еще где-то, там погибло огромное количество народов, я так мельком, я новости вообще туда не смотрела, так что вот, я просто Вам мельком вот так говорю, вот это вот, да, это, по-моему, 2004 год был, огромные вот здесь жертвы, потери были, вот это вот, я так, как-то так мельком, в общем, вот это, так что вот, а все остальное вообще шикарно, шикарно пишут, шикарно пишут, знаете, такое все, шикарно, но когда она там, я там одна лекция, она там около доски стояла, я тут как-то начала слушать, она вообще мне не пошла, так что вот, когда она там стала говорить, что-то в этом роде, я могу ошибиться, она стала говорить, что я вот богиня, а вот этот ее там на мужчину, это Бог идет, и знаете, как-то я, в общем, как-то, ну, мне это, ну, ничего я даже не знаю, это, наверное, как-то метафорично, наверное, вот это вот понимать, ну, что сказать, вот это вот, если судить о тех людей которые 2004 году вот одна из такой вот это ну и знаете даже и деньги там особо не пригодились как-то вот так а он охраняет такие такие ритуалы такие прям на руками очень как-то натяжу рукой делает такие практики прям руками так она вообще так это около этого моря океана ну а так на свои 50 она шикарно выглядит совершенно шикарно только я вам показываю то что мне понравилось этой школе честно говоря если учесть тот семинар которая часть посмотрела когда стоит вот такая доска у того доски там люди сидят если вот этот вот семинар посмотреть я вам не стала рекомендовать так что вот то что мне очень не понравилось но другие видео которые я вот смотрю они просто очаровательные так что что сказать я не знаю вот Не знаю, если можно сказать, что они изучают мифических богов, богинь, афродита, древние архетипы, какие-то вот это. Можно сказать, что они какие-нибудь древние боги, которые были в каких-то сказаниях, сказках написаны. Ну, просто знаете, когда я послушала некоторых бизнесменов, может, некоторые относятся к женщинам как-то плохо, по типу, так очень странно. Ну, бизнесмены, мужчины, как-то. Ну, это их личное какое-то такое дело. Лично индивидуальное. Это может кому-то нравится, кому-то не нравится. Мужчинам это может быть нравится. Ну, если бы это было так просто приехать на эти вот эти... А, Чара Афродита. Если бы это было так просто, знаете, так вот приехать на ретрит. 20 лет. 20 лет занимаюсь позитивным мышлением и смежными науками, изучаю все, знаете, вот в том числе вот школа очарования, там какие-то вот эти вот читаю огромное количество, и литературу, и там видео просматриваю. В общем, как прочитала про это как-то я, в общем... Ну, то, что написано красиво, я, конечно, выписала, да, школа очарования, вот это, а как я так вот подумала, что и правда тот семинар, я вспомнила от этого вот, ну да, на видео. Так что-то я как-то все это... Так что-то я так вот. не знаю в этом искусстве вот эти вот семинары преподавать, вебинары вот те слушатели, которые приходят их нужно как, знаете, вот как там артисты, знаете, как-то любят своих зрителей знаете, их людей нужно любить ну в каком-то таком вот общем смысле, но их нужно, знаете, вот с ним как-то вот хорошо относиться в этом таком искусстве позитива и вообще вот этим как-то ему это говорить нести знания с любовью ну а не так, что в общем я тут все знаю, сейчас вас научу вот этому знаете, вот сохраняя, знаешь, как там вот с гордостью, но без гордыни и с любовью они так, что, знаете, вы пришли, сейчас я вас научу вот когда была на семинаре Натальи Правдиной она шикарная, она шикарная, она все шикарная она и выглядела, и все, и говорила и, знаете, она как-то вот, правда, чувствовала, что примерно с чем-то вот таким, как-то она вот, знаете, вот так вот не то, что я вот это все там вот знала там в Америке, я вот тут книжку написала я тут, в общем, вот это то есть как-то вот так вот, знаете, красиво и не то, чтобы я вот сейчас как-то покажусь вот такой вот прикинусь, короче, одену маску прикинусь, вот ну, чтобы семинар прошел как бы все было окей вот это вот а потом уже, короче, вот там неизвестно, что буду говорить, вот это вот в общем, это целое, знаете, такое целое искусство даже, даже, не знаю, как сказать-то сейчас я отправлю Васильевриант сейчас 4 часа утра, 52 минуты сейчас я Васильевриант еще отправлю от моего имейла сообщение и себе тоже надо было ему написать что это из школы очарования я это написала вообще, я думаю, что это вот эти вот эти, как говорят великие учителя истории у них, вот, знаете, такой дар понимают, что ты там обладаешь какими-то знаниями что-то там учить, рассказывать но, короче, не возносить себя как-то, знаете, как-то вот уметь вот так вот нести знания ну, как бы, знаете, вот я даже не знаю вот как-то вот так потому что всегда знать даже, что он там знает есть, наверное, кто-то, кто, может быть, знает или какую-то область знает может быть, читал больше и, в общем, как-то, знаете, вот это вот как бы всего не знает это знает, другой не знает то есть, как-то вот это вот это смотря, что, смотря, что преподавать знаете, когда смотришь, там сейчас смотрю, это не относится, наверное, к этим каким-то, знаете, этим учебным учреждением, институтом понимаете, там преподаватель там что-то читает лекцию там, не знаю, профессор экзамен принимает то есть, ну, это немножко другое это немножко другое если говоришь о такой невероятной любви это любовь и говорить, что как-то хоть немного это постиг это нужно как бы показывать и нести я вот так считаю, нести красиво не, ну, может быть, это как бы там надо заработать денег знаете, тем более там 100 тысяч долларов конечно, там, наверное, 100 тысяч долларов чтобы заплатили в общем, дело такое, наверное, в деньгах даже не знаю, про что мы сказали там, если такие деньги зарабатывают то как-то вот это вот я, конечно, не знаю понимаете, какие цены, такие деньги я вот здесь даже 10 тысяч рублей 14 тысяч рублей из электричества должна так что вам сказать я просто высказываю мою такую личную такую личную точку зрения на этот счет а так думайте сами, знаете, как там посмотрели, почитали вот это вот все тут прочитали, записали по типу все это шикарно ну, головой нужно думать прочитали, конечно, это волшебство волшебные сказки для женщин ну, это по типу аффирмазии, знаете, где-то вот так что, так что вот конечно, ну, каждый думает для себя необыкновенно, восхитительно наполнится пространство добротой да, начать сиять, купаться в океанах блаженства шикарно, шикарно звучит как стать необыкновенной ну, в общем, в общем, шикарно очень шикарно до этого видео я засняла еще трехчасовое видео два мои канала ютуба в общем, сейчас я вам там это запокажу, скажу полотенце уже у меня выстиралось сейчас мне будет заповесить это полотенце чтобы сушить ну, в общем, скоро, в принципе, я уже буду спать на моей эксклюзивной кровати еще фильм сериал посмотрю крем, пару серий приму душ в моей ванной комнате я собственные квартиры я в своей квартире заснимаю также пишу сценарий для фильмов так что вот тетяна сломана мактун, сайфуде студия позитивного мышления статьяна сломановна и мактун, сайфуде ну, и актерского мастерства так что я думаю, что я думаю, что это проще Ох, уже выстиралось полотенчиком, полотенчиком я уже спа выстирала. Заповесила я полотенчиком, заповесила. Продолжение следует... Вот такие вот дела. Сейчас буду на моей эксклюзивной кровати. Ох, тут у меня одежда разбираемая одежда. Ох, ну да. Ох, это эротическое белье. Ох, ах, это эротическое белье. Сейчас будет кое-что еще. Из одежды поставлю постирать. Сейчас буду смотреть сериал Крео. Ну и через пару часов приму душ, лягу спать на моей эксклюзивной кровати. Так что вот. Татьяна Соломановна Макту, Старик Фудин. Смотрите два моих канала в YouTube. Татьяна Соломановна Макту, Старик Фудин. На русском, на английском языке. Больше 5000 видео. На каждом видео я. Так что вот.